Хай-ю-хай! С вами Алексей, и сегодня я расскажу о том, как разбежать проворачивание покрышки. Вернее, почему это происходит. Детали дальше. Недавно мне написал подписчик и сказал, что за фигня, у меня постоянно при торможении проворачивается покрышка и отрывает сосок. Вот он, сосок. И для тех имбецилов, которые напишут, что это ниппель. Ребята, ниппель переводится как сосок. Итак, как мы видим, здесь у меня он тоже немножко скривился. Я знаю, почему это произошло. Сейчас расскажу подробно. Давайте начнем с того, почему это происходит. Есть несколько причин. Во-первых, слишком низкое давление. Если у вас в покрышке давление ниже регламента, который написан у вас вот здесь вот на борту покрышки, то значит в момент торможения клинчера недостаточно плотно прижаты к ободу и их срывает. Что такое клинчера, я сейчас покажу. Второй момент. Это, например, очень хорошие тормоза и очень хорошие покрышки. Что значит хорошие тормоза? Это значит, что тормоза полностью блокируют колесо от вращения. Но есть один момент. Покрышка надета на ободе и она может провернуться независимо от того, заблокировано колесо или нет. Если покрышка плохая, например, резина жесткая, нелипкая, она, скорее всего, не провернется, а просто уйдет в юз и будет стираться. А вот если покрышка хорошая, нормального бренда, нормально сделанная, то она будет прилипать к поверхности трением и за счет этого начнет проворачиваться в клинчерах. И поэтому произойдет момент, что сосок отрывает. Но давайте я все время говорю клинчера, клинчера. Я сейчас наглядно покажу, что это. Клинчера это тот элемент конструкции колеса, который удерживает покрышку на ободе от проворачивания. Находится он вот в этой части. Сейчас я спущу колесо. Слышали эти звуки? Это значит, что камера отлипает от покрышки, в моем случае. Это не критично, это нормально. Туда допустимо попадение влаги внутрь покрышки, в лужу проехались, и она может затечь. Соответственно, когда она высыхает, она может содержать в себе какие-то смолы, кусочки, не знаю, какие-то дерева, что-то биологическое, что просто высыхает и подлипает. Это как бы совершенно нормально. На самой покрышке присутствует вот такая вот лента. Вот мы видим, она уже у меня начала умирать потихонечку. Но это последний год для этой покрышки. Вот этот вот, кстати, край, вот он, то что. Это об борт покрышки трется стенка корда и ушатывается. То есть, все, вот эта покрышка под замену. В следующем году на ней уже нельзя ездить. Она вот, она. Вот, видим, умирает уже. Здесь уже нити показались. Это как бы все, финал. Но мне как раз год до ездить. Так вот, что такое клинчера? Это вот состоит... Клинчера состоят из двух частей, по сути. Специальная лента, приклеенная на покрышке. Вот она, я по ней сейчас веду. Это та лента, в которую вгрызаются клинчера, зубчики, грубо говоря. Она состоит из специального, плотного, липкого, твердого и прочного материала. Внутри нее находится либо металлический, либо кевларовый шнур. В моем случае металлический. Вот, который создает равномерную нагрузку на стенку обода по всей протяженности. Ну, еще это, конечно, давлением, но металлический диск, металлическая проволока, создает дополнительную площадь. Вот. Вот. Собственно говоря, вот это вот, если вы даже проведете пальцем вот по этой части и по этой, вы поймете, что вот это гладкая такая, скользкая, а вот это прям чувствуется шершавая такая, шагренивая, которая, ну, ощутимо не... По ней ведешь как по ластику, то есть она стирается, она подлипает к ободу и не дает прокручиваться колесу. Не знаю, насколько хорошо будет видно, но вот здесь это, на самом ободе, если мы проведем пальцем, край тоже, во-первых, немножко липкий, во-вторых, вот во внутренней части обода, вот здесь это, она шершавая, как будто напыление такое. Соответственно, когда появляется давление в покрышке, оно плотно прилегает вот к этому борту, который липкий, вот к тому, который шершавый, и за счет этого держится. Чем больше давление, тем лучше держится. Таким образом, чтобы ваши покрышки не проворачивались, вам нужно обязательно держать минимальный предел давления в том диапазоне, который рекомендуется на покрышках. Но вы должны понимать, что у вас должна быть также правильная ширина ободов. Если у вас, например, 22-е обода, и вы качите на них какие-нибудь 700CX30, скорее всего, они не будут держаться, потому что они уже гораздо, чем обод. Вам нужно, чтобы у вас была правильная ширина обода и правильная покрышка, и правильное давление. Если вы возьмете больше, возможно, у вас не будет работы. Также клинчера может проворачивать из-за того, что у вас очень плохая покрышка, то есть напыление на вот этом вот бортике, который подлипает, такое дерьмовое, что оно просто... У вас могла туда попасть смазка. Ну, гипотетически могла. Вы что-то не так делали, на дороге было масло. В этот бортик, край, могла попасть смазка. Соответственно, клинчера уже не так держат, и она только тоже, соответственно, и проворачивается. В общем, причина в любом случае этого проворота либо в неправильном давлении, либо в отсутствии повреждений клинчеров, либо в плохом качестве покрышки или обода. Что-то одно из этого, или все сразу, возможно, нужно менять. Надеюсь, я помог и ответил на ваш вопрос. Или если на будущее, у вас он появится, чтобы вы знали. Спасибо за внимание. Я Алексей. Bye.